Всех приветствую! Продолжаем рассматривать картины художников и знакомиться с их автобиографией. Австрийский художник, в основном портретист и иллюстратор, наиболее известный своими работами в стиле арт-нуво и раннего пенапа, особенно в формате открытки Рафаэль Кирхнер. Кирхнер родился в 1876 году в Вене, Астри. Учился в Венской академии изящных искусств. Переехал в Париж в 1900 году, создавая иллюстрации для журналов. В 1914 году, с начала Первой мировой войны, Кирхнер переехал в Соединенные Штаты. Жил в Нью-Йорке до своей смерти в 1917 году. За свою жизнь Рафаэль Кирхнер создал более тысячи опубликованных картин и рисунков, в основном в виде почтовых открыток. Его ориенталистская серия Гейши была одной из самых популярных. Было продано более 40 тысяч открытых. Серия является заметным примером перекрестного влияния арт-нуво на Западе и японского искусства периодов Мэйдзи и Тайсё. Часто слегка эротические картины Кирхнера изображают женскую красоту в удобной форме открыток и журнальных страниц. Они были одними из первых пенапов, которые предпочитали европейские и американские солдаты в Первую мировую войну. Перуанский художник Альберто Вергас оказал влияние на Кирхнера и был известен своими собственными картинами с изображением красивых женщин в родственном стиле. Он рисовал для постеров фильмов, а позже для иллюстраций в мужские журналы. Длительное влияние Кирхнера на жанр пенап все еще признавалось в период расцвета пенапа во время Второй мировой войны. Кирхнер также создал небольшое количество скульптур, некоторые из которых были сфотографированы для открытых. В Нью-Йорке он создавал костюмы для музыкальных и театральных постановок. Умер художник 2 августа 1917 года в Нью-Йорке. Вот так вкратце из википедии о австрийском художнике, в основном портретисте и иллюстраторе, наиболее известными своими работами в стиле арт нового и раннего пенапа, особенно в форме открытки, Рафаэль Кирхнер. Пока-пока, до свидания.